Как драгоценные каменья блистают на выставке рукотворные произведения искусства. Иначе и назвать их нельзя. Живопись, фото, авторская игрушка, роспись по дереву, народное творчество. Авторами талантливых работ являются педагоги Ивантеевского центра развития творчества детей и юношества. Наш центр творчества это как какой-то маленький драгоценный камень. А люди, которые работают в нашем творчестве, в нашей обстановке, они творцы, они небольшие грани этого драгоценного камня. Творцов, чьи работы радуют глаз, называют поименно. Это Дмитрий Леников, Алёна Ромашова, Наталья Горошко, Оксана Кондрина, Надежда Дмитриева, Мария Полякова, Виктория Плешакова, Елена Олейникова, Любовь Блавко. Хочу спасибо сказать коллегам. Низкий поклон художникам, которые у нас работают. Мы счастливые люди, потому что мы находимся в атмосфере творчества. Поэтому люди, которые меня окружают, они так или иначе учат меня. В этом году центру творчества исполняется 50 лет. Центр – правоприемник городского дома пионеров, организованного 26 февраля 1965 года. Неоднократно центр менял свое название и место жительства. Но всегда ему оставались верны дети, родители, педагоги. Большая часть объединений приобщает ребят к художественным ремеслам и народному творчеству. Мне так нравится то, что вот можно, настолько интересно люди работают, они настолько и хорошо заинтересовывают наших деток занятием творчеством, что когда уже приходят в школу, это еще раз показывает, насколько наши дети, которые прошли вот ваш курс, настолько они творческий подход имеют, они удивляют потом в школе, они представляют все поделки. А для нас, взрослых, мы потом учимся вместе с детьми. Увлек их педагог, дети заняты. И постихонечку смотришь, а этот алмазик уже бриллиантик, а он уже сверкает своими гранями, своими гранями своего творчества. И это действительно здорово, что есть столько хороших педагогов, которые умеют заинтересовать ребенка тем, чем они увлечены сами. На душе так светло от веселого пальца Он взлетел высоко, в твоем сердце остался Педагоги центра победители разных лет городского конкурса «Педагог года» в номинации «Сердце отдаю детям». Разнообразные объединения и их участники – лауреаты фестивалей разного уровня, в том числе юные таланты Московии, международной ярмарки «Жар птица». Сам центр с удовольствием принимает гостей и проводит на собственной базе фестивали. Мы всегда радуемся вашим успехам, ценим их. У вас действительно постоянно идет развитие замечательное, творческое, и это здорово. Юбилейные мероприятия, посвященные золотой дате Центра творчества, открываются данной выставкой. Сегодня всех гостей приглашают в Центр творчества. После завершения выставка расположится в действующем при Центре музея. Летом здесь также будет работать творческая площадка для детворы дошкольного и школьного возраста. Как показывает опыт, практически все ребята затем становятся участниками объединений Центра. И выставка эта открыта в преддверии даты, чтобы знали, какие работают талантливые люди в нашем центре, чтобы они потом смогли привезти своих детей и чтобы дети переняли опыт наших педагогов. Юбилейная экспозиция «Грани творчества» продолжит свою работу в выставочном зале Центральной городской библиотеки до 11 июля.